Сегодня мы слушаем шедевры мировой классики в исполнении молодых звезд. Я не представляю, как бы сложилась моя жизнь без музыки. Ищем душу в новых пространствах. Душа – это и есть мистика. Что может быть загадочней? Возрождаем рэп в Омске. Рэп-движуха в городе совсем у нас сюда померла. Отправляемся в поля вместе с эко-волонтерами. Люди, волонтеры приехали и своими руками это сделали, это посадили. Лучший отдых – это смена видов деятельности. Поэтому свои майские праздники я решила разнообразить и приехала высаживать деревья. Всероссийская акция «Посади лес» прошла в Омске впервые, но сразу с размахом. Волонтеры высадили больше 20 тысяч саженцев. Один есть. Корни саженцев очень сильно боятся ветра, поэтому прежде чем их высаживать, нужно обмакнуть их в болтанку. Это такая смесь земли и воды, такая грязевая кашица. Посадочный материал хорошего качества. Насколько я знаю, он привезен из Омского лесхоза. Он районированный, то есть приспособленный к нашим сибирским условиям. Вы сказали, что саженцы хорошие. А как отличить плохой саженец от хорошего? По каким признакам? Ну, видите, какой он ярко-зеленого цвета. У него корневая система какая мощная. Что это у вас за приспособление такое? Я такого никогда не видела, хоть и в деревне родилась. Меч Колесова называется. А как им правильно пользоваться? Потому что я не умею. Научите, пожалуйста. Делали лунку. И туда нужно саженец теперь вставить? Да. Берем, вставляем саженец. Обтоптать полностью, чтобы воздух не поступал. Давайте теперь поменяемся приспособлениями. Я вам дам свой микрофон, вы будете его держать и что-нибудь говорить. А вы мне научите этим пользоваться. Это сложно. Вставляйте. Аккуратненько. Теперь землей присыпайте. Присыпаю. И все. Шикарно получилось. Почему вместо того, чтобы в майские праздники дома отдыхать, вы решили на лесопосадку приехать? Тоже на природе, свежий воздух. Скажем так, общественно полезное дело. Вообще часто участвуете в таких акциях? Ну, стараюсь участвовать. В свободное время, если появляется, то участвую. В свободное время это очень хорошо. Очень важная функция заключается в том, чтобы люди, волонтеры приехали и своими руками это сделали, это посадили. И они уже совершенно по-другому начинают относиться к природе. Они начинают совершенно по-другому относиться к потреблению. и, соответственно, ну, немножко экологичнее жить. Ну вот и все. Все саженцы на сегодня высадили. Через какие-то 20-30 лет на этом месте появится настоящий лес, где можно будет проводить свое свободное время. Мне 18 лет, я пианист и занимаюсь музыкальным искусством с 6 лет. Мне 18 лет, занимаюсь музыкой с 9 лет. Мне 16 лет, и я занимаюсь музыкой с 4 лет. Мне 18 лет, и я занимаюсь музыкой с 4 лет. Мне 19 лет, я виланчелистка, занимаюсь музыкой с 5 лет. Совсем юные и уже собирают полные залы. Омская филармония встречает молодых именитых гастролеров. В сопровождении Омского симфонического оркестра на сцене выступили Эрик Мерзоян, Анастасия Ушакова, Иваны Даниил Бессоновы и Анастасия Махамендрикова. Я не представляю, как бы сложилась моя жизнь без музыки, потому что классическая музыка – это то, без чего человек, как по мне, не может вообще существовать. Это помогает, вдохновляет и постоянно мотивирует на какие-то новые достижения и цели. Выступлением в Омске ребята завершают второй – сибирский блок-тура «Молодые звезды классической музыки». Позади концерты в Нижнем Новгороде, Казани, Уфе, Красноярске и Новосибирске. Везде публика держала юных звезд долгими аплодисментами. Конечно, есть свои сложности в режиме и в подготовке к концерту, но когда оказываешься на сцене, то вся энергия, которую ты до этого тратил, возвращается к тебе назад через зрительный зал, через зрителей. С самолета сразу на репетицию. День этих молодых людей расписан по минутам. И все-таки, несмотря на изнурительный график, они не жалуются на усталость и не спешат взрослеть. На их лицах по-детски искренние улыбки. Мы ездим туром, ездим целым коллективом, и все отмечают особую теплую атмосферу, что мы уже как семья, а не как коллеги. Для них это очень важно, потому что, особенно после пандемии, когда не было концертной практики, когда приходилось находиться в изоляции, и никакие репетиции, домашние занятия или даже онлайн выступления не могли заменить выход на сцену и контакт с живой публикой. Поэтому этот тур стал таким долгожданным и очень интересным проектом. По особенному теплу мячи встретили свою талантливую землячку – молодую виолончелистку Анастасию Ушакову. Ей 19 лет, 14 из которых девушка посвятила музыке. И этот путь к успеху и к себе самой не всегда услан цветами. Ты играешь, ты отдаешь в зал, и зал дарит тебе эту энергию с двойной силой. Поэтому для меня большая честь играть в Омске, потому что я знаю, что публика здесь очень теплая, и это будет большое удовольствие для нас, для всех. Потому что это такая домашняя атмосфера, которая дает мне силы. Вы знаете, когда выступаешь с молодыми или юными музыкантами, И, конечно, особая ответственность, особый какой-то и особый драйв, и особое внимание к ним необходимо. Но что касается вот ребят, которые сейчас приехали, никакого различия нет. Потому что они настолько подготовлены, их мастерство уже настолько выросло, что они могут дать фору многим взрослым музыкантам. В музыкальной программе произведения Рахманинова, Скрябина, Вивальди, Римского, Корсакова. 18-летний кларнетист Эрик Мерзоян вышел на сцену первый, исполнив вторую и третью части концерта для кларнета с оркестром Карла Марии фон Вебера. Я стараюсь своим примером бороться с проблемой того, что духовые инструменты немножечко оттеняют пианисты, струнники. И это нормально, хотя для меня это немножечко обидно. И я очень благодарен таким проектам, как наш тур «Молодых звезд классической музыки», что у меня есть возможность, так сказать, побороться за место духовиков в классическом мире, так сказать. И я безумно счастлив, что такая возможность у меня есть. Уже 21 мая молодые звезды классической музыки дадут концерт в Волгограде. А 1 июня, в День защиты детей, завершат свой тур грандиозным голоконцертом в московском зале «Зарядье». 15 мая мы вновь сможем попасть в музей ночью. Всероссийская акция возвращается в офлайн после пандемии. В Омске культурных учреждений, готовых принять поздних гостей, стало даже больше, чем в доковидные времена. Кто же распахнет свои двери в 2021 году? О новшествах и сюрпризах долгожданной ночи музеев поговорим с ее организаторами. Здравствуйте, Светлана Дмитриевна, здравствуйте, Дарья. Прежде всего, я хочу вас поздравить, потому что, несмотря на все еще действующие ограничения, ночи в музее быть. Ура! И давайте вот мой первый вопрос. Все-таки пандемия как-то повлияла на, может быть, в целом музей, на это мероприятие? Безусловно, и пандемия повлияла, и появились у нас новые форматы проведения ночи музеев. Но сразу хочется сказать, что у нас достаточно интересное название в этом году – «Сны наяву». Причем это название было сформулировано самими музеями. А концепция такова. Люди в течение долгого времени были в музеях виртуально, и вот, наконец-то, они единовременно несколько музеев сразу могут посетить. То есть ожидаемое стало реальностью. И вот именно на эту тему как раз направлены программы музейные. Например, городской музей из Кусло-Омска будет говорить о механике сна. Или, например, музеи просвещения, Эрмитаж, Сибирь будут говорить, например, о том, что такое сон в произведениях живописи. А участников музеев будет больше? Да, в этом году участников больше. Мы разбили всех участников на участников дня и участников ночи. Очень многие посетители с детьми могут посетить музей днем, потом оставить детей, и вечером уже полностью окануться в ночную программу. То есть детей ночью в музей не пустят? Почему? Многие тоже ведь хотят как раз ночью. Они, конечно, хотят, они пустят, но очень часто именно детская аудитория хочет себе определенного внимания, поэтому в этом году открыты такие дневные локации, как Наутилус, Орликин. Мы приглашаем всех, да, и при этом предлагаем несколько форматов, тоже не случайно, потому что мы должны побеспокоиться своей безопасности, должны понимать, что в музее не смогут поместить или вместить в себя всех желающих. Обязательные требования к безопасности – это маски, которые должны быть у каждого посетителя. И, естественно, на шаттлах будет тоже определенное количество людей, до 15 человек. Как мы будем передвигаться ночью между музеями? Будут какие-то шаттлы, правильно? Шаттлы – это автобусы, которые уже традиционно запускаются на ночь музеев. В этом году мы подготовили три маршрута. Один из самых главных, важных, протяженных маршрутов – это кольцо или историческое кольцо по тем маршрутам, которые находятся в центре города. И будет два маршрута, которые соединяют также Врубелевский корпус с историческим парком «Россия – моя история» и с аграрным университетом. Это новый участник. Про нового участника расскажите поподробнее, что там интересного в аграрке? Они придумали квест, который будет по всей территории аграрного университета. Он и исторический, и в то же время с таким волшебным, мистическим подтекстом, потому что тематика у них «Гарри Поттер». У нас будет работать стрим-комната, куда будет стекаться интересная информация, онлайн-информация со всех музеев единовременно. И причем в этом кабинете, который будет совсем не виртуальным, будут гости. И это будут и деятели культуры, и это будут сотрудники музеев, это будут искусствоведы, это будут просто любители музеев. То есть это будут интересные люди, у которых есть уникальный опыт, и даже, например, будут специалисты в области сновидения. То есть можно будет, да, использовать. Говорите, что мне приснилось, что трактовали мой сон. Да, 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 и сразу вас будут трактовать сон. Очень интересно вы рассказываете. Заинтриговали. Вообще билеты-то еще есть в продаже? Попасть-то туда можно, и цена вопроса как выгоднее. Да, друзья, билеты есть, билеты выглядят вот таким образом. Это билет-буклет, как мы его называем. Он дает возможность вам безлимитно пользоваться шаттлами по всем направлениям на ночь музеев. В каждом музее вы приобретаете билет самостоятельно, но даже здесь этот билет-буклет поможет вам сэкономить, потому что на каждой страничке у него есть вот такой замечательный купончик. Он предоставляет либо скидку, либо специальное предложение, либо, в принципе, бесплатный вход в тот или иной музей. Ночь музеев проводится для чего? Для того, чтобы еще раз сказать, что музей – это очень интересное, это совершенно нетривиальное, нескучное пространство. Большое спасибо. Очень интересно. Удачной вам предстоящей ночи. Спасибо большое. Спасибо. Привет. Меня зовут Соня Стрекоза. Сегодня мы приехали на рэп-баттл. Да, майские праздники, но, несмотря на это, мы работаем. Кстати, я подготовилась, смотрите, надела капюшон. Пока здесь еще ничего не началось, и у нас есть время, чтобы поболтать в жюри. Пойдемте. Дима, ты сегодня сидишь в жюри. Как собираешься оценивать выступающих? Ну, буду оценивать ритм, подачу, то есть, насколько осмысленный текст, чтобы это было все в совокупии гармонично, ну и качало. То есть, музыка должна качать и нести какие-то свои эмоции. Надеюсь, что будет жара. Надеюсь, что биты все будут уничтожены, и будет отличная атмосфера. Раз, два, три, четыре. Давайте пошубимся! Рэп-визуха в городе совсем у нас что-то померла. Немножко ее взбодрить, поддержать, почему бы и нет. Ну да, это вообще такой андеграунд, и мало кто знает, что у нас есть какие-то исполнители, и многие, наверное, даже весьма талантливые. Список вообще рэперов в городе очень большой, очень большой. Просто это все где-то там далеко, глубоко, и никто об этом не знает. Ну, наверное, потому что, чтобы узнали, нужно для этого что-то делать, помимо того, чтобы записывать треки. И многие в нашем городе, ну и многие другие люди, не думают о промоушене. А промоушен у нас 70% сейчас занимает продвижение. Готовился, ну как готовился? Да я 10 лет читаю рэпи, просто тут как карась плаваю в этом море. И нам уже бесполезно готовиться. Мы старички, которые просто пришли сюда почитать, грамотно почекать все. Ну а батл в крови, батл, ну мы все тексты пишем, в принципе, батловые. То есть даже можно не готовясь, заготовочки почитать, что будет уже на оппонентов. В общем-то, все исполнители здесь разные. Есть как и новички, так и какие-то талантливые старички, можно сказать. Но чтобы проникнуться какой-то атмосферой, сходить сюда действительно стоило. В общем, всем рэп! Расписание электричек изучают школьники. Нет, они не собираются сбежать на каникулы в Простоквашино. На пригородном вокзале у ребят урок безопасности. Пассажиров на входе встречают рамки металлоискателей. А дальше жизнь путешественников словно в прямом эфире. Происходящий указ в зале ожидания, переходе и платформе фиксирует камеры видеонаблюдения. Если даже мы обнаружим в зале ожидания сумку какую-то, мы уже можем оперативно проследить, кто ее оставил, когда оставил, куда отошел. Камеры не уберегут от высокого напряжения. 3000 вольт в контактных проводах. Бегать по вагонам электрички смертельно опасно. Разгуливать по рельсам тоже. Тормозной путь локомотива составляет 2 километра. Мы приглашаем детей. Рассказываем на пригородном вокзале, показываем безопасный вход в вокзал, безопасный проход к электропоездам. Рассказываем детям, как нужно находиться, как себя вести на платформе. То есть не одевать наушники, снимать капюшоны, не заходить за ограничительную линию. Все правила можно прописать в памятке, но какой ребенок будет ее читать? Куда интереснее смотреть мультсериал про поезда. Лисята, помните, что играть можно только на полянке. Хорошо. На железную дорогу не ходите. Идею подкинул родной брат Тараса, Денис, который преподает анимацию в колледже. Своих студентов-мультипликаторов он тоже приводил на ЖД-вокзал за вдохновением. Мы попали на место. Мы увидели картинку. Мы увидели, как выглядят пероны, как подъезжает поезд. Мы все сфотографировали. Мы сфотографировали фасад нашего замечательного вокзала. И в нашем мультике вы увидите схожесть картинки. Герои сами пришли чуть-чуть позже. Персонажами анимационных историй стали звери из русских сказок. Семья Лиса живет рядом с железной дорогой. Мудрая сова – начальник вокзала. Бобр – машинист поезда. Сначала всех героев мультипликаторы нарисовали вручную. Затем перевели в цифровой формат. Ученый Кот Павлов рассказывает про первый российский поезд и виляет хвостом. У него отдельно есть голова, глаза, рот, лапка, которая разделена на три сустава. Две задних лапы, хвост, который разделен на три сустава. И это все потом движется благодаря программе «Авторэффект». За полгода студенты смонтировали три двухминутных мультфильма. Последний штрих – озвучка. Герои говорят голосами своих создателей. Дядя Коля, на маршруте 88 ремонтируют дорогу. Понял, принял. Сегодня мультфильмы от и до, сделанные руками студентов, показали на большом экране музея РШД. Вместе со школьниками премьеру оценили сотрудники вокзала. Мультфильм, да, мне очень понравилось. Местами было где-то неожиданно, как выбрали студенты героев. Ну, очень интересный мультфильм. Самое главное, что это первый мультфильм, это премьеры. Дальше мы планируем создавать еще ролики. Будут, возможно, другие герои. Тут, конечно, уже зависит творческая составляющая от самих студентов. В планах крутить анимационные ролики прямо в вагонах электропоездов и соцсетях. Также «Веселый гудок» войдет в портфолио каждого студента-аниматора. Всем привет! Своё свободное время сегодня я проведу в поисках ответа на философский вопрос. Что же такое душа? Просто это, наверное, выражение, больше выражение меня. Потому что очень долгий процесс был именно по принятию себя. Так как я люблю мистику, а душа — это и есть мистика. Что может быть загадочней? Фотовыставка души — первый крупный проект Екатерины. Вдохновением для создания этой серии снимков послужила книга доктора-гипнотерапевта Майкла Ньютона «Путешествие души», в которой собраны истории пациентов под гипнозом, вспоминающих, что происходило с ними между физическими воплощениями. Что вы чувствуете, когда смотрите на эти работы? Я чувствую себя как будто бы в своей атмосфере, в своём мире. Это абсолютно шикарно. Спасибо большое Кайсис за то, что она создала это всё. Это прям максимально атмосферно. Когда вы участвовали в съёмках для этой фотовыставки, вообще как это происходило? О, было вообще очень интересно, потому что у меня плохое зрение. Я как раз был в этот день без линз, и почти ничего не видел, ещё мы в темноте снимали. Поэтому когда Кать, она голенького меня на одном снимке снимала, я вообще с лёгкостью согласился, потому что не видел ни одного из 30 людей, которые рядом сидели, потому что ничего не видел. Что же такое душа? На этот вопрос каждый находит свой ответ. А фотовыставка способна натолкнуть на новые мысли. С июня работы будут смотреться ещё глубже. Экспозиция переедет под землю в знаменитый омский метропереход. Арт-пространство «Проект М». Арт-пространство «Проект М» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»